МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не допустить транспортный коллапс, гарантировать безопасность. По подготовке школ, реалитетная задача, посмотрите, маршрут школы-дома. В городе обсудили подготовку к праздничным событиям и начало нового учебного года. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильем для сирот из Альмитевска. Александр Иванович Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку. Ранее появились сообщения, что жители столкнулись с проблемой при получении квартир. Звездные актеры на съемках в Альмитевске. Поклонники весь день ждали встречи. Ее называли легендарной газетой и родной знаменкой. В основном, конечно, на производственные темы я писала. Дисциплины труда, рейды проводили мы. Районная газета «Знамя труда» отметила 70-летний юбилей. Это новости Юго-Востока. В студии Арина Посредникова. Здравствуйте. Неделю в Альмитевске завершит череда праздничных событий. В пятницу отметят День Республики. На выходные запланированы события Дня нефтяника. Готовятся и к новому учебному году. Руководитель исполкома поручил службам проработать вопросы безопасности, отметив, что наибольшая нагрузка в эти дни ложится на полицию и медиков. Также руководитель дал задание проинспектировать состояние общественных пространств, где ожидается большое скопление жителей. Оценить безопасность этих мест и насколько удобно будет подъезжать к площадкам на машинах, отдельно поручил не подпустить транспортный коллапс в первые дни нового учебного года и завершить подготовку школ. По подготовке школ, по реалитетной задаче, посмотрите. Маршрут школы-дом, во-первых, это по линии ГИБДД, он должен быть по всех школах. Это обязательный условие. Во-вторых, банальные меры безопасности. 18 сирот из Альметьевска обратились в Следственный комитет России по поводу жильян. Местная жительница сообщила, что долгое время они ждут положенных им по закону квартир. Возбуждено уголовное дело. Его на контроле взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад о первоначальном расследовании. Кроме того, будет организована служебная проверка. Александр Иванович Бастрыкин поручил Управлению кадров СК России провести служебную проверку на предмет полноты и своевременности процессуальных действий и решений сотрудников регионального следственного управления в связи с длительным непринятием мер к восстановлению жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Альметьевске. 800 тысяч рублей отдала мошенникам 94-летняя жительница Альметьевска. Аферисты позвонили пенсионерке и сообщили, что ее дочь стала виновницей аварии. И чтобы спасти ее от уголовной ответственности, нужно якобы дать взятку полицейскому. Она согласилась, свои сбережения передала курьеру. И только потом пенсионерка позвонила дочери узнать, как обстоят дела. И тут выяснилось, что она попала на удочку аферистов. Сейчас возбуждено уголовное дело. Идет следствие. Звезда турецких сериалов в Альметьевске. В городе прошли съемки 11-й части известного фильма «Елки». На съемочной площадке в общественном центре Алмед собрались известные актеры Бурак Асчевит, Рузиль Минникаев, Кристина Бабушкина, Мария Раскина. Актеры пообщались и с фанатами. Некоторым даже удалось взять автограф и сделать фото на память. Наш корреспондент Маргарита Трегубенко наблюдала за процессом. Второй год подряд нашему городу выпадает честь принять съемочную группу команды «Базилевс». Большое событие приезд известных актеров. Бурак Асчевит, Рузиль Минникаев, Кристина Бабушкина и Мария Раскина приехали на съемки 11-й части фильма «Елки». Мы видим большой потенциал в развитии туризма и в развитии сферы гостеприимства в целом. И, конечно же, для города съемки такого масштабного проекта – это очень привлекательное направление, которое мы с удовольствием будем поддерживать. Звезда сериала «Черная любовь» Бурак Асчевит сыграл в фильме самого себя. Работа на площадке проходила с помощью переводчика, но коллеги отметили, что сработали с ним легко. Я даже, если честно, в первое время не представлял, как это будет. Ну, это классный опыт. Мы разговариваем с ним через переводчика. Оказалось, что я знаю много слов на турецком, потому что татарский с турецким много похожи. Но мы перекинули с ним пару слов. В целом опыт интересный. Играть вместе, еще и комедию, нужно очень доверять партнеру. И огромное ему спасибо, потому что он оказался потрясающий парень. У нас возник контакт, мы быстро нашли общий язык. У нас еще потрясающий переводчик, который тоже играет переводчика в кино. У нас такая уже банда, уже, мне кажется, я скоро заговорю на турецком. Они мне подсказывают, что лучше сказать. Мы как-то договариваемся. Очень здорово, очень контактно и даже неожиданно. Классный он, классный, поверьте. Для молодой актрисы Марии Раскиной роль в «Елках» дебют. Она играет Золушку в современной интерпретации фильмов. По словам самой актрисы, героини с ее личным характером не схожи. Мне очень сложно играть скромность, потому что я больше про это все. А тут мне нужно доставать из себя элегантность, женственность, нежность. Основные съемки проходили в Москве. Альметьевск же стал площадкой для новеллы по известной сказке. Ну, это сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака-ощевидно. Она мечтает об этом и вот так. А дальше посмотрим в кино. Некоторые из этих людей стоят здесь уже с утра в ожидании любимых актеров. И периодически они действительно выходят, раздают автографы и фотографируются. Мы Бурака ожидали, мы его увидели, даже сфоткались с ним, вообще так классно. На Рузиле Минникаева. Почему? Потому что хотим его увидеть и сфоткаться. Ну, вот это вот Рузиле Минникаева. Я его огромный фанат. Я тоже на Рузиле Минникаева хотел посмотреть. Бурака, очевидно. Я фильм смотрела «Черная любовь». Мне очень бы хотелось посмотреть его вживую. Вышла девушка светленькая, беспринципная. Кристина Бабушка. Да, да, вот она такая эффектная. И там такую тоже роль она играет. Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2024 года. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. Районная газета «Знамя труда» отметила 70-летний юбилей. Ей, ровеснице города, было суждено стать летописцем истории нашего района. Знаменка выходила в годы, когда рос и застраивался Альметьевск. Выходила в годы перестройки и после нее. Менялись тиражи и количество страниц. Неизменными остались лишь высокие стандарты. Преданность делу тех, для кого «Знаменка» стала делом жизни. Печатная машинка, телефон, фотоаппарат. Когда-то без них не получилось бы написать материал в газету. Районное издание «Знамя труда» отметило 70-летний юбилей. На праздник в городском парке пригласили ветеранов местной журналистики и преданных читателей. Анастасия Вакатова из старой гвардии газетчиков. Она была редактором в изданиях «Камская новь» и «Газопереработчик Татарстана». Автором статей в Альметьевской знаменке. Ну вот наше старшее поколение, мы не всегда, как говорится, успеваем за тем временем, которое сейчас идет. И поэтому я считаю, что проводить вот такие юбилеи надо, хотя бы для того, чтобы сверить курс, вспомнить традиции и, набрав молодые силы, только молодые силы, двигаться вперед. Луиза Подьячева большую часть жизни писала статьи и руководила изданиями. Ее материалы выходят в знаменки до сих пор. А познакомилась она с газетой в детстве. Родители Луизы Салаховны выписывали знамя труда с первого номера. Талант будущего журналиста рассмотрел школьный учитель и предложил попробовать написать ученице статью и отправить ее в редакцию. Первый материал в номер не попал, не хватило опыта, но писать с тех пор Луиза Подьячева не перестала. В основном, конечно, на производственные темы я писала, дисциплины труда, рейды проводили мы. А мне вот очень интересно было писать о юбилярах. В последнее время я пишу много о юбилярах. За многолетний труд ветераны отрасли получили награды. Организаторы поблагодарили и преданных читателей. Вы делаете нас сильнее. Благодаря вам, подписчикам, нашим читателям, мы находим силы двигаться дальше. Находим вдохновение для новых свершений, хотя время ставит серьезные вызовы перед нами, век информационных технологий. И мы четко осознаем свою миссию делать печатное издание, понимая то, что оно вечно, так же, как и театр, кино, музыка. В семье Глуховых знаменка «Семейная газета». Они выписывают издание с первого года существования. К сожалению, папа уже ушел из жизни, а мама, ей 90 лет, она ждет каждую пятницу, чтобы прочитать новые выпусы газеты. Журналисты газеты нескольких поколений встретились вечером. Празднование продолжилось в одном из городских заведений. В редакции «Знамя труда» была самая многочисленная ячейка Союза журналистов. И зачастую заседания Союза журналистов проходили именно в «Знаме труда». Настолько были сильные традиции, настолько были сильные журналисты, что и сегодня костяк Альметьевского отделения Союза журналистов составляют именно журналисты «Знамя труда». Овации звучали не только для руководителей, но и тех, кто создавал материалы. Сырья Исхакова стояла у руля «Знаменки» 13 лет. Пользуясь случаем, она поблагодарила свою команду. Как говорит Сырья Толгатовна, она никогда не называла коллектив подчиненными. Это были ее коллеги. За годы существования издания не раз менялся состав журналистов, корректоров и редакторов. Менялся штат. В редакции исчезали одни профессии, появлялись другие. Сейчас среди авторов газеты много новых имен. Издание выходит неизменно по пятницам и, продолжая традиции, заложенные ветеранами отрасли, радует читателей. Елена Бауэр, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам ватсап. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. Он погиб во время исполнения воинского долга. В память о герое-интернационалисте в городе провели футбольный матч. Как голосовать? Кто в бюллетене? И другие вопросы, касающиеся выборов. Это неделя для жителей Татарстана будет сокращенной. Связано это с Днем Республики, который отметят в пятницу. Альметьевцы будут отдыхать три дня. 30-31 августа и 1 сентября. Это относится к работникам, трудящимся на пятидневной рабочей неделе. А 29 августа рабочий день сокращен на 1 час. 8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан. Изберут 100 депутатов. В Альметьевске стартовал проект «ИнформУИК». Благодаря ему избиратели смогут узнать о ходе выборной кампании, о зарегистрированных кандидатах и о возможных формах голосования. Информационная бригада работает с 15 августа и будет работать до 29 августа в городе, в сквере Каракуз, на территории молодежного центра и молодежного центра «Фабрика». Приглашаем всех избирателей принять участие в этой акции и узнать больше о предстоящих выборах. В выходные на стадионе прошел турнир по футболу, посвященный герою-интернационалисту Евгению Рыжикову. На поле встретились два поколения. Несмотря на разницу в возрасте, игра прошла интересно. Наша съемочная группа пообщалась с игроками и с мамой героя. Подробнее в нашем сюжете. На стадионе спортивной школы прошел пятый турнир по футболу. Он посвящен герою-интернационалисту Евгению Рыжикову, организатор, тренер команды «Буровик» Николай Рыжиков. Он рассказал, что такие турниры, в том числе и по хоккею, проводятся ежегодно. Сам он имеет дальнее родство с героем. Это наш земляк, это наш земляк. Мы поэтому его чтим и любим и уважаем. В честь его у нас в улице есть памятник. И вот всегда мы приглашаем маму Розу Григорьевну. Она молодец, приходит. Но это турнир делает для того, чтобы мы не забыли и не забывали маме тех, которые дали нам жить под солнцем нашим. Мама Евгения Рыжикова Роза Григорьевна рассказала, что он рос в деревне, с воспитанием помогала бабушка. Сам он был простым мальчишкой, а с ребятами со двора играл в футбол. Поработать успел недолго, его забрали в армию. Там Женя прослужил год и два месяца. И в апреле 1979 года попал в Афганистан, где погиб, выполняя воинский долг. В душе, конечно, я же не буду всем рассказывать. Гордость и слезы, и радость. В турнире приняли участие ветераны и молодые ребята. Такой матч – это возможность для встречи поколений. Урсалин Суайдару Зинатульну 13. Футбол – его страсть. Он занимается с пяти лет. Ему нравятся движения и скорость. Пришел сыграть в любимую игру и почтить память героя. Когда был молодой, я отправился в Афганистан на войну и спас свою роду, вроде. И за это получил красную медаль, вроде бы. Мне кажется, что стоит проводить, потому что это и интерес для пацанов, и для нас интерес, так как награды и все такое. Евгений Рыжиков погиб, но о нем до сих пор хранят память. Турнир товарищеский, но организаторы подготовили медали, дипломы и памятные подарки. Наша задача вообще, как говорится, патриотическое воспитание всей молодежи, чтобы они знали традиции нашего народа, нашей большой страны. И, конечно же, шли, изъищали в случае необходимости. В честь героя в микрорайоне Урсала названа улица и установлен памятник. Турнир проводят в пятый раз. Продолжать традицию организаторы планируют и в будущем. Маргарита Трегубенко, Ильнор Залятов, Новости Юго-Востока. В Казани завершился турнир памяти Юрия Моисеева, на котором состоялось очередное противостояние Нефтяника и Барса. Этот же матч был заключительным на турнире и матчем, в котором определилась судьба первого места. За первые две двадцати минутки шайба побывала в воротах только единожды. В первом периоде, выйдя на лед после штрафа, Вадим Хлопотов убежал к вратарю и был точен. Самые интересные события команды приберегли на концовку. Сначала Ярослав Ольшевский, представляющий теперь Барс, восстановил равенство в счёте. Но две единицы на табло продержались недолго. Спустя пару минут Максим Лазарев вывел альметьевскую команду вперёд. Перелом наступил после трёх подряд голов Барса. С 1-2 счёт поменялся на 4-2. Благодаря этой победе в матче Барс стал победителем домашнего турнира, а Нефтяник финишировал третьим. Вадим Хлопотов по итогам признан лучшим бомбардиром. Чулпан Масалова, Новости Юго-Востока. А сейчас узнаем, какие новости сегодня обсуждают в городах Юго-Востока. Дайджест событий подготовила моя коллега Елена Бауэр. Космонавт Сергей Рыжиков из Бугульмы отправится на МКС уже в марте следующего года. Для 50-летнего космонавта это уже будет третий полёт. Впервые он отправился за пределы Земли 8 лет назад. Второй раз взлетел выше облаков в 2020-м. Всего на орбите космонавт провёл 358 суток и даже в одиночку выходил в открытый космос. В прокуратуру Татарстана обратилась 19-летняя студентка Черемшанского аграрного техникума. У девушки инвалидность. Она сообщила, что учебное заведение не выплачивает ей социальную стипендию. Проверка надзорного ведомства подтвердила этот факт. У директора техникума потребовали устранить нарушение. Выплаты студентки перерассчитали и выплатили в полном объёме за весь период обучения. Виновное лицо привлекли к ответственности. В Лениногорске женщина осуждена за присвоение бюджетных денег. Известно, что 4 года назад, будучи на должности заместителя председателя ТОСа, женщина похитила деньги, которые организация получила в качестве гранта. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Юные заинские футболисты одержали победу в матче первенства республики спортсменам по 11 лет. Футболисты встретились с соперниками в набережных Челнах. Местная команда «КамАЗ-3» сразилась с заинским барсом. Матч завершился со счётом 1-3 в пользу спортсменов из Юго-Востока. Следующий матч этой команды состоится 29 августа в Елабуге. До начала учебного года остаётся чуть больше недели. Родители всё активнее готовят детей к школе, покупают всё необходимое для них. Съёмочная группа пообщалась с семьёй Хакимовых из Бавлинского района и узнала, как они собирают детей на первый звонок. В семье Хакимовых трое детей. В среднем мире скоро исполнится 7 лет. И она в этом году идёт в первый класс. В последний месяц лета девочка стала практически центром семьи, вокруг которого развернулась подготовка к школе. Так как у меня второй уже ребёнок идёт в школу, первый уже идёт в пятый класс, мы уже знаем, к чему готовиться и что нужно брать для школы. И поэтому уж начали набирать по памяти. Весь необходимый комплект для мира почти уже собран. Тетради, ручки, карандаши, альбом, клей, краски и многое другое. Решили вопрос и с непростой задачей – выбором формы для первоклассницы. Приобрели спортивную одежду и обувь. Всё обошлось многодетным родителям в 10 тысяч рублей. В семье в школу идут двое детей. Поэтому подготовку начали заранее. В августе начали с одежды. Как бы мы не стали раньше лето закупать, так как оно начинает расти. Летом дети только и вытягиваются. И поэтому ближе к августу, в середину августа мы начали только брать одежду. Ждёт своего часа и новенький портфель. Маленькая Мира просит маму ещё раз проверить рюкзак. Светлана улыбается, говорит, что дочь к школе подходит со всей серьёзностью. Я хочу идти в школу, потому что там есть мои друзья из садика. До 1 сентября остаются считанные дни. Мира полностью готова к первому звонку. Она ещё раз примеряет свою новую школьную форму. Сидит хорошо. Теперь главное – справиться с волнением. Айгуль Диатулина была от Минязов. Новости Юго-Востока. Теперь расскажем, какой будет погода в Альметьевске и в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. Во вторник, 27 августа, в Альметьевске будет ясно. Днём воздух прогреется до 24 градусов, ночью прохладнее плюс 10. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ясно будет и в других городах Юго-Востока. Вознакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске. Температура воздуха днём 22-24 градуса, ночью 9-11. Ветер восточный и юго-восточный. Это все новости на сегодня. Если пропустили эфир, заходите на сайт. Там мы размещаем все выпуски и отдельно сюжеты. Находите нас в соцсетях, там можно не только следить за новостями. Вы можете предложить нам тему для сюжета, сообщить о проблеме, либо задать вопрос. Для связи также есть WhatsApp и Telegram-бот. Пишите. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова